Не вытекаюсь я в вашу интимность. Руку уберите. Пожалуйста, развернулся и пошел. Вперед шагом марш. Я бы на твоем месте принес бы извинения. Сказал, что ошибся. Пожелал водителю счастливого пути. И больше таких ошибок не допускал. Я вас рад всех приветствовать. Сегодня пойдет история об одном беспредельщике. Не побоюсь этого слова. 11.03.2017 года. Примерно в 0 часов 10 минут мы припарковались у здания ВГУ. По улице Университетская площадь, дом 1. Припарковались без нарушения правил дорожного движения. Для чего мы это сделали? Для того, чтобы понаблюдать за действиями сотрудников полиции, которые на том самом месте привлекают нарушителей к ответственности. Мы просто хотели за этим понаблюдать. К нам подошел сотрудник полиции сделать замечание, что мы стоим с нарушением правил дорожного движения. Я заранее приношу свои извинения перед всей аудиторией, перед нашими подписчиками, перед вами, друзья. Я себя там немножко, наверное, некорректно повел. А провоцировал только лишь потому, что сотрудник полиции позволил себе лишнего. Точнее, незаконно привлек, привлек к ответственности водителя. Всю эту юпопею вы увидите. И ты, Житконожкин, в первую очередь должен посмотреть. Вы обязательно увидите вторую часть этого сюжета. Но только чуть позже. Передо мной лежит жалоба, которая написана на действия данного сотрудника. По каждому пункту, который он нарушил, все отображено здесь. В конце видео вы увидите. Ну и, соответственно, во второй части видео, которая в ближайшее будущее выйдет, вы увидите ответ под действием сотрудников полиции. И узнаете, что в нашем мире можно добиться справедливости. Смотрите. Приятного просмотра. В смысле, что мы сказали? Что вы здесь стоите? А здесь... Какой протокол? Что вы на перекрестке остановились? Я не на перекрестке остановился. Откуда зона перекрестка начинается, товарищ водитель? Ну, это вы должны знать. Это вы должны знать. Я знаю. Я этого знаю. От закругления. Вот оно закругление. От закругления 5 метров. Сзади за мной стоит пешеходный переход. Я вам еще раз... Передо мной знаю. Я стою... В зоне перекрестка... Передавай, передавай. Передавай, передавай. Сейчас напишем. Товарищ Житконожкин, здравствуйте. Скажите, что водитель здесь нарушил? Он стоит в зоне перекрестка. В зоне перекрестка, да? Да, вот посмотрите. Видите, начинается закругление пешеходника. 5 метров от перекрестка... У вас проблема вообще, да? Он не имеет права останавливаться. Нет, у меня не проблема. Вот сейчас берете документ, составляете среди материалов. Составлю. 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 Хорошо, составлю. Только вы, пожалуйста, проезжую часть прокиньте. Вы покиньте проезжую часть. Мне будет небезопасно. Вы стоите сейчас небезопасно. Давайте я вас проведу. Покидайте проезжую часть. И не выходите, пожалуйста, на нее. Только в зоне пешеходного перехода. А я вот здесь вот встану. Девочки, проходите. Вы документы возьмите у водителя, не задерживайте, составляйте административный материал. Давайте документы, я пойду, где ему. Я подойду сейчас туда. Там составляют еще административный выход. Подойдите, пожалуйста, подденьте проезжую часть. Как вы, мужчина? Да вы всех сюда вытащили, и девушку, и мужчину. Я никого сюда не вытаскиваю. Он сказал, подойди к служебному автомобилю. Агрессивно вы себя ведете. Я не агрессивно себя веду. Абсолютно точно. Как всегда. Выйди. Никакого уважения к тебе нет. Абсолютно не агрессивно. Как хорошо, что мы с вами встретились. Вы покиньте проезжую часть. Вы возьмите, пожалуйста. Я на проезжей части не нахожусь. Вы нарушаете правила дорожной беды. Да ничего. Покиньте проезжую часть. Ничего. Ничего. Вить, я вообще в сугробе стою. За бордюрчик отойдите. Я в сугробе стою. За бордюрчик отойдите. Я здесь стою. Вы составляете административный материал. Я составлю административный материал. Вы покиньте проезжую часть. Составляйте. Составляйте. Я не стою на проезжей части. А где вы сейчас находитесь? А вы посмотрите, где я сейчас нахожусь. Вы стоите за бордюрным камнем. Это проезжая часть. Правильно, я стою за бордюрным камнем. Вы сами стояли. За бордюрным камнем. На проезжей части покиньте ее. Еще раз меня. Вы покиньте, пожалуйста. Вы хотите на меня административный материал составить? Вы говорю, покиньте проезжую часть. Я стою, не нарушая правила дорожного движения. А что вы сейчас делаете? Вы стоите на проезжей части, вне жены пешеходного перехода. Я к машине подошел, в чем проблема? Вы к машине садитесь в машину Я имею полное право Вы не имеете право стоять на проезжей части Я почитаю нужным Без нарушения правил Вы стоите на проезжей части С чего я должен здесь куда-то покидать С чего я должен сейчас вас слушать На основании чего вы находитесь Потому что я рядом с автомобилем В котором я в качестве пассажира Рядом с автомобилем на проезжей части Вы не имеете права находиться Я захочу съесть, я захочу сейчас что-либо сделать Это я сам решу, я сейчас думаю Вы не водитель Я пассажир И протирать госномер Это не ваша обязанность Ну захотите, тогда на парковке протирайте его А не на проезжей части Нет, уважаемый, нет, вы не правы Вы не имеете права находиться на проезжей части Я не туфтологией занимаюсь Я не туфтологию занимаюсь Не надо мне в глаза тыкать камеру свою Давайте вот так Привлеките к ответственности Я привлеку, вы покиньте проезжую часть Вы мне мешаете выполнять мои обязанности Вы отойдите за бордюрный камень Вы за бордюрный камень Вы за бордюрный камень Руками меня не трогайте Я вам говорю, покиньте проезжую часть Вы ко мне вторгайтесь Не вытекаясь Руку уберите Руку от меня Я держу на расстоянии, чтобы вы ко мне... Вы себе руку уберите от меня. Покиньте проезжую часть, я к вам подходить не буду. Я говорю, покиньте проезжую часть. Это вы агрессивны. Я удивляюсь, вообще мне смешно. А я вас удивляюсь. Покиньте проезжую часть, еще раз говорю. Отойдите, отойдите. Покиньте проезжую часть. Возьмите, смотрите. Вот, смотрите, вот все. Давайте быстрее. А вы водителем поинтересовались вообще? Согласен свиногу, не согласен? А пусть он не согласен от него, главное. Что значит пусть не согласен? Если он не согласен, вы обязаны создать протокол, а не постановление. Мне не надо учить, что мне составлять. Я вас буду сейчас учить. Вы меня не будете учить. Административный процесс. Не будете. Тебя я буду учить. Не меня и никого вы учить не будете. Вы меня учить не будете. Буду. Вам ясно? Посмотрим, проверим. И смотреть не буду я на это. Иди в патруль на автомобиль и составляй материал. Иди, идите. Водитель не согласен. Еще раз. А сейчас я приду, и ты будешь делать как нужно по закону. Не надо мне указывать, как мне делать. Вы не имеете права мне указывать. Не имеете никакого, понятно? Как раз я тебе и имею. Ты давай шуруй быстрее. Вам еще раз. Не указывать, что мне делать не нужно. Вперед, шагом марш. Вы мне не указываете. Вот и все. Исполнять. Указывать мне не нужно. Я вам еще раз говорю. Мне указывать не нужно. Вам ясно? Развернулся и пошел. Не развернулся и пошел. Развернулся и пошел. Административный материал составлять. Вот находится транспортное средство. У нас. За пешеходным переходом. И до знака. И какое нарушение здесь усмотрел сотрудник полиции, мы так и не поняли. Дверь не открывает. Ой, правило дорожного движения открыло. Ох, обалдеть. Да они не помогут тебе, послушай. Они не помогут. Да я еще раз говорю, они не помогут. А что будет? Это такой же автомобиль, как ваш, так и мой. Вы не имеете права трогать. Я имею право до приказа отслалить. Я могу вот так вот править. Не имеете права. И не надо его трогать. Я хочу этого делать. Берите руки. А я хочу. А я хочу. Да хотите вы что угодно, но не трогайте. Я буду. Не свою вещь. Это не ваша вещь. Это не ваша. Это служебная вещь. Это государственная. Государственная. Да, на наши налоги. Но не ваша. Соответственно, я могу трогать, сколько захочу. Понимаете? Не надо, не надо, не надо, не надо. Да не надо вы так делать. Вы не надо так делать. Ты посмотри, как вы. Товарищ полицейский, можно вас поинтересоваться? Транспортное средство, вон то вот стоит, семерка. Нарушает сейчас правила дорожного движения? Если до знака. До знака. И после пешеходного перехода? Не нарушает. Не нарушает, правильно? Все правильно. Можно к вам обратиться? Вот вы компетентный сотрудник, сразу видно. Пойдемте, вот. Вот сейчас вот здесь откроем дверь. Вот смотрите, я открою дверь. Объясните вот Житконожкину, что он ничего не нарушает. Дело в том, что я другу послал. Да, не, не, не. Ну просто вы, вы просто может, да вы сядьте, может, с ним там пообщайте. Ну у вас получается одно мнение, да, а у него другое. Ну вот это глупость называется или дурость, что это называется, Катя? Или тупость, я не знаю. Ну получается, вы умный, грамотный, образованный сотрудник. Знаете правила дорожного движения. А вот этот вот, даже сложно его назвать, сотрудника получается, он, получается, правила не знает. Житконожкин, мы ждем протокол. Да, уже закрылся. Вот так вот полиция от нас прячется, от граждан. Я бы на твоем месте принес бы извинения. Сказал, что ошибся. Пожелал водителю счастливого пути. И больше таких ошибок не допускал. Вот это достойное поведение. А так ты ведешь себя просто, как плохой сотрудник, скажем так. Да нет там в ПДД такого пункта, что я захотел привлечь водителя к ответственности, и все, он виновен. Вам граждане только мешают. Вы лично мешаете. Ой, я вам вообще всю жизнь скалечил еще. Скажите, всю жизнь вам поломал. Будем вас жестко наказывать, жестоко, по закону, прям по всей строгости. Вы не имеете права, вы не мой руководитель. Я лично вас накажу. Вы лично? Да. Вы мне угрожаете? Я лично вас накажу. Вы мне угрожаете? Как это? Вы мне угрожаете? Вы мне угрожаете? было бы вам, если бы я был бы вашим руководителем? Навряд ли. Я бы вас уволил. Я бы вас уволил. Вот именно. Вас бы уволил. Вылетели бы как пробка. Как пробка вылетели бы. Если бы я был бы руководством, я бы решал бы. Вылетели бы как пробка. Вы бы навряд ли были бы моим руководителем. Почему навряд ли? Просто мне кажется, вы выбрали не ту работу. Это ваше личное мнение. Абсолютно точно. Оно верное. На данный момент себе его. Оставьте свое мнение. Я вам его дарю. Я подарил. Я подарил вам. Не, не, не. Закомните, пожалуйста, со схемой. в руки он ознакомиться хорошо почему он должен точить в тепле? вы сидете спокойно в тепле и дайте ему ознакомиться я назначу материал машин дал beter не буду дайте познакомиться можно ознакомиться я-мому даю материал Wheайн де драко А что здесь, неп습니다 вдруг пассажира их порвёт? он агрессивен. У вас нормально все с головой? У меня с головой все нормально, мне сейчас оскорбляют. Вы ему дайте, пожалуйста, дайте ему ознакомиться, чтобы он нормально, полноценно мог ознакомиться. Не снимайте, пожалуйста, там данные личные. Там личные данные понятых. Я убрал камеру, не волнуйтесь, я там не захватил. Он ознакомливается. А я не уверен, уберите камеру от личных данных понятых. Убрал. От личных данных понятых я убрал. Что именно? Так, где, что, где находится? Вот ваш автомобильчик. Вот с той стороны закругления, где заканчивается край проезжей части. Он заканчивается за пешеходным переходом. Ваш автомобиль стоит на 90 сантиметров от края проезжей части. Вы должны стоять не менее 5 метров. Ты что, согласен со схемой? Что, где, куда? Пиши, пиши, согласен. Вот здесь фамилия, инициалы, здесь подпись. Твое транспортное средство, подожди, твое главное транспортное средство. Все остальное, что он нарисовал, это все нам по буквы. Не снимайте еще раз, говорю, данные понятых. Да убери руку, 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 руку. Данные понятых не нужно снимать. Руку убери. Да не снимает никто понятых, я его действие снимаю. Не снимайте данные понятых. Вот я закрыл. Так, значит у тебя транспортное средство, все отлично, все пиши. Согласен. Вот ручка. Протокол можно на камни. Обрати внимание, у него постановление уже составлено. Включи звезд, кстати, да. У него уже постановление составлено, правильно я понял? Спроси. Постановление составлено или нет? Составлено. То есть тебя уже признали виновным, но тебе отдают еще и протокол. Я еще раз говорю, не нужно снимать данные понятых. Послушайте, ты убери планшет свой. Значит, тебе требуется помощь защитника, соответственно тебе нужно время на это. Значит, пиши в объяснениях. Объяснения где там? Вот объяснение. Объяснения, пиши ручкой. Правила дороги, ПДД не нарушал. Пиши, ПДД не нарушал. А? Ручка нужна? Нет, у меня есть. ПДД не нарушал. Требуется помощь квалифицированного защитника. Прошу перенести рассмотрение дела вот так. Пиши, водитель, подождите, спешите, он все разъяснил. Пиши, пиши, пиши. Подъяснение, пиши. Вы, подожди, он уже, вы ему дали ознакомиться, он ознакомливается? Я дал ознакомиться. Вот, шучу. Какие я ему еще не разъяснял? Так вы, перед составлением это все делается. То, что, не обязательно. Да никак это не обязательно, это обязательно. Пиши, пиши, пиши. Хорошо. Подождите, не отвлекайте водителя. Вы отвлекаетесь сейчас. Мешайте составление администрации. А, прошу, перенести рассмотрение дела на другую дату в связи с поиском защитника. Вот здесь пиши. Не разъяснил, прям пиши. Не разъяснил, да. Так как он тебе право обязанности, твою 51 статью и 25.1 не разъяснил. Не разъяснил. Здесь галочку не ставишь, здесь за копию протокола расписывайся, он тебе обязан будет ее выдать. Не надо нигде расписываться, я вам этого не говорил, он дал только ознакомиться. Он ознакомиться сразу подписан, в чем проблема? Это его дело, когда ему... Я еще ни статьи не разъяснял, ничего. Да вы ему не разъясняли с самого начала, вы ему дали. А я ему сейчас их разъясню. Прежде чем составлять административный материал, разъясняется. Извините, с вами никто не общается. Уже не разъяснено написали. Да мне все равно, что вы написали, я сейчас буду разъяснять. Да, вы молодец, прям сейчас вы будете разъяснять. Это надо было раньше делать. Вадим Евгеньевич, разъясняю вам статью 51 Конституции Российской Федерации. Никто не обязан свидетельствовать себя, себя самого. Своих супругов, близких, родственников, которые определены законом Российской Федерации. Федеральному закону могут установлены иные случаи освобождения от обязанности давать свидетельские показания. Статья 25.1. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу правонарушения, лицо, в отношении которого ведется по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства заявления ходатайства от воды, пользоваться юридической помощью защитника, а также иными процессуальными правами соответствующего настоящего кодекса. Дело об административном правонарушении рассматривается с участием лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении. В отсутствии указанного лица дело может быть рассмотрено лишь в случае, предусмотренную частью 3, 28.6, настоящего кодекса, либо имеющие данные настоящие известные лица вместе с временем рассмотрения дела, если от лица не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела, либо если такое ходатайство составлено без удовлетворения. Ну так его права и может быть воспользоваться соответствием 25.1? Он заявил ходатайство об отложении рассмотрения дела в связи с поиском защитника. Отказано? Мотивированное определение вынесите, пожалуйста, раз отказано. Вам я ничего не обязан. Вы ему обязаны вынесите. Вам не обязан. Мотивированное определение вынесите. Мотивированное, потому что вы и стоите нарушаете. Нарушение зафиксировано. Мотивированное определение письменно выносится. Не устно, письменно. Водитель обязан знать правила дорожного движения и соблюдать их. Послушайте, он еще не признал виновным Я вас не слушаю, вы извините, вас я не слушаю А, с протоколом вы ознакомились Он копию протокола Дайте мне, пожалуйста, он подписал уже За копию протокола расписываться За копию, я только буду за копию расписываться Потому что я прошу Помощник, за копию, скажи да Да, за копию буду расписываться Что в отношении вас возбуждено административное дело Там галочку расписываться не будет Нет, не буду расписываться Отказывайте, что возбуждено административное дело За копию протокола только распишется Он вам уже сказал Я и говорю в протоколе за то, что возбуждено административное дело производства Только в одном месте он распишется Я понял, распишитесь, пожалуйста, за копию А почему мне отказано в... Он пусть, 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 он уже нарушил Беспредельщик Это, честно говоря, вы отличились со всего батальона Я не отличился, извините Ты только выровнил, нормально листы Листы выровнишь, нормально Копия протокола Копия протокола здесь, да? Тут написано, просто не выносит Вот, расписано за копию протокола Все, он правообязовательства до момента составления не разъяснял В чем вы все? В остальных, вот, я вам прочитал, что возбуждено административное дело производства Вы идите выносите определение Отказывайтесь Отчего? Отчего? Отчего мы отказываемся? Отчего отказываемся? Отчего? Копию отдайте ему и все Все, копию выдан А ну и дальше что? Всего доброго Ой А вы вынесли постановление? Я с вами не общаюсь Глупец Простой глупец Здорово, Вадик Приветствую Меня незаконно привлекли к ответственности Мы будем это обжаловать Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Подписывайтесь на наш канал!